Губернатор Приморского края Олег Кожемяка принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работников леса. Он подчеркнул, что лесная отрасль прочно вошла в экономику и социальную сферу региона. На сегодняшний день в ней трудится более 10 тысяч человек, которые вносят значительный вклад в валовый региональный продукт. Вносят в бюджет нашего края более 600 миллионов рублей налогов, выпускают продукции на 30 миллиардов рублей. Это хорошая цифра, и за этими цифрами стоит труд вас, труд тех, кто охраняет лес, тех, кто непосредственно добывает, перерабатывает лесную продукцию. И мы видим, что с каждым годом меняются технологии, приходят новые машины, новые станки, новые механизмы. Вы отвечаете уже тем потребностям того рынка, который сегодня сформировался и на российском уровне, и на мировом. Если мы, допустим, несколько лет назад перерабатывали всего 7% продукции, то сейчас уже более 70%. Губернатор отметил, что государство будет поддерживать лесную отрасль в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран. Также глава региона акцентировал внимание на деревянном домостроении. По его словам, это долговечно безопасный и экологичный способ строительства. Мы готовы правительство Приморского края переходить на строительство ФАПов, амбулаторий, небольших детских садов, где-то почт, участковых, жилья. Готово переходить на клееный брус, на то, что само по себе представляет всегда и повышенный спрос, и представляет собой комфортную среду для проживания. Но с вашей стороны нужно с тем, чтобы качество производения материалов сочеталось с тем, чтобы оно было смонтировано опять же теми организациями, которые производят этот клееный брус. В завершении своего выступления Олег Кожемяка поблагодарил лесников за помощь в специальной военной операции, пожелал им успеха в здоровье и наградил благодарственными письмами губернатора Приморского края. Артем Белов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.